Рабочая комиссия в составе представителей комитета по имуществу комитета по благоустройству Госадмотехнадзора и юристов продолжает вести проверку содержания фасадов нежилых зданий собственников на территории города. Проверка содержания нежилых зданий собственников проводится на основании 191 закона о благоустройстве в Московской области. С ноября рабочая комиссия провела большую часть работы. Работа администрации города с собственниками нежилых помещений имеет положительные результаты. На центральных улицах города в 2016 году отремонтирован ряд фасадов зданий, в числе которых магазины на улице Ворошиловой и Звездной. Начались благоустроительные работы недостроена при вокзальной площади. Радует глаз своим преображением магазин «Сапожок» собственницы Надежды Аленовой. Однако многие фасады по-прежнему портят картину города. Так, например, не первый год стоит без ремонта дом 47 по улице Ворошилова. Данный дом по адресу Ворошилова 47, как ни странно, с собственником одним и тем же, что и «Сапожок» советская 99 госпожа Аленова. Но будем надеяться, что она приведет в этом году данный фасад в надлежащий вид, так как это одна из центральных улиц города. Поэтому к ней, собственно, предъявляется еще больше, я бы сказал, требований, чем ко всем остальным объектам. Фасад дома 22 по улице Советской собственника Николая Дежура тоже остается в первозданном виде. С момента выдачи предписание прошло более месяца, но изменений так и не произошло. За данное здание владелец уже привлечен к административной ответственности за ненадлежащий содержание фасада. Ему было выдано предписание. Владелец предписания продлил. Сроки исполнения предписания находятся на контроле сотрудников территориального отдела. В случае неисполнения владелец будет вызван в территориальный отдел для составления протокола по статье 19.5 КУАП РФ. Непочинение должностному лицу. За 18 лет в благоустройство фасада были сделаны вложения, похожие только на доски для окон. Двухэтажное здание старой постройки с забитыми окнами не прибавляет городу красоты. Мы получили комментарий собственника о сроках выполнения своих обязательств согласно предписанию. У нас это срок до 29 января. Поэтому мы так же, как и все здания, которые у нас не реконструируются, но фасады мы сделаем там красивую картинку, разместим и повесим ее там. И выполним предписание. К собственнику дома 22 по улице Советская есть претензии по другим вопросам. С нарушением закона здесь обустроена автостоянка. Земельный участок находится в исторической части города, в зоне С-3. Это общественно-деловая зона. Вид разрешенного использования участка – диагностические центры. Целевое использование данного земельного участка не подразумевает расположение на данном земельном участке автостоянки. Ввиду чего собственнику земельного участка была направлена претензия, уведомление о том, что он не надлежащим образом использует земельный участок. Пока что собственник никак не отреагировал, собственно, и в администрацию не поступало никакого сообщения от него. И мы видим по факту, что ничего у нас не изменилось. А потому вызывает сомнение и законность осуществляемой предпринимательской деятельности. Похоже, собственник получит предписание и по содержанию фасада дома номер 9 по улице 1 Московской. Здесь замочную бахрому сосулек, удаление которых тоже входит в обязанность владельцев нежилых зданий. Проверка содержания фасадов нежилых зданий собственников закончится в апреле. По истечении двух месяцев после неисполнения предписаний нарушители законодательства будут привлечены к административной ответственности.